Более двух тысяч административных правонарушений зарегистрировано сотрудниками ГИБДД Ненецкого округа с начала этого года. Из них 65 были совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения. О профилактике правонарушений на дороге говорили сегодня в городской администрации. В выездном мероприятии, организованном окружной прокуратурой, приняли участие сотрудники ГИБДД, представители власти, городского суда и другие заинтересованные лица. За прошлый год в Ненецком округе зарегистрировано 40 ДТП, в которых погибло трое, пострадали 48 человек. С начала этого года 9 дорожных происшествий, 1 человек погиб, 9 пострадали. В основном ДТП на улицах округа происходят по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. 40 человек с начала года по этой причине лишились водительского удостоверения. Но это не мешает им снова садиться за руль пьяными, ведь машина остается при них. Одной из мер, которая остановит таких правонарушителей, отмечают участники встречи, может быть конфискация автомобиля. Данный вопрос рассматривался на законодательном уровне, и нами только поддерживается данная инициатива. Да, действительно, имеют место факты, когда водители оформляются за управление в нетрезвом состоянии, автомобиль помещается на штрафстоянку, потом забирают водители данное транспортное средство со штрафстоянки, и повторно попадаются опять же за управление данным автомобилем. В целом по округу количество ДТП с участием пьяных водителей остается стабильным на протяжении последних лет. Полицейскими с начала года проведено 14 мероприятий, направленных на их профилактику. В практике сотрудников ДПС есть и такие случаи, когда одного и того же пьяного водителя задерживали дважды за один день. 11 февраля гражданин С был остановлен в час 20, задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии пьянения. В тот же день, после составления административных материалов, в 9.45, гражданин С вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии пьянения. Такая же ситуация произошла и 21 июля 2016 года с гражданином Н, который также управлял автомобилем, был отстранен от управления, были составлены документы. В его действиях имелись состав преступления, так как он был до этого лишен. В 9.45, буквально через 8 часов, он опять был задержан сотрудниками ГИБДД. В 2017 году осуждены за езду в пьяном виде 44 человека, а с начала этого года возбуждено уже 11 дел. Как говорят правоохранители, виновных всегда накажут. Но в первую очередь, безопасность на дорогах зависит от самих автолюбителей и их личной ответственности, а также напоминают о недопустимости пьяной езды. Кроме этого, полицейские призывают автомобилистов быть бдительными на дорогах в связи с окончанием учебного года. Продолжение следует...